Таганрогская телевизионная сеть Диагностический центр оснащен по последнему слову техники. Благодаря современному оборудованию специалисты центра производят уникальные исследования и противостоят болезням. Здесь появились ультразвуковая и компьютерная диагностики, которые позволили давать более точные и верные диагнозы. Именно здесь, в центре, сконцентрировались наиболее сложные и дорогостоящие медицинские исследования. Впереди, конечно, нас ждут серьезные задачи. Это и исполнение тех целевых показателей, которые сегодня представлены в национальном проекте здравоохранения. Это и внедрение в жизнь принципов бережливого производства. Это и дальнейшая цифровизация медицинской отрасли. Но эти глобальные задачи, конечно, невозможно решить без опоры на конкретного человека, конкретного медицинского работника и весь ваш профессиональный коллектив. Юбилей КТЦ – это прекрасная возможность каждому из вас сказать спасибо за ваш самоотверженный и очень ответственный труд, за вашу доброту и за то, что вы бережно относитесь к самому ценному наследию, к человеческой жизни, к человеческому здоровью. Все годы коллектив последовательно решал задачи по созданию консультативно-диагностической работы не только в Таганроге, но и в прилегающих сельских районах. За 30 лет очень много изменилось в работе центра. Он известен не только новейшей консультативной базой, но и технологиями, которые сочетаются с нестандартными управленческими подходами. Очень важно, что учреждения находятся в постоянном развитии, и во многом это заслуга городского управления здравоохранения и руководства центра. Но, конечно, главное богатство коллектива – это люди. Более 150 медиков трудятся здесь, и горожане отмечают их профессионализм, человечность и чуткость, стремление помочь людям. Диагностический центр Таганрога, 2-й в Ростовской области, после 8-го консультативного диагностического центра и входит по достоинству в Содружество диагностических центров Российской Федерации. Приобретается оборудование. Во всех отделениях внедрены самые современные методики диагностики и лечения. И я хочу отметить, что коллектив, который стоял в основании создания диагностического центра и сегодня, по прошествии в 30 лет, всегда открыт новым. Так, в 2013 году в рамках программы модернизации здравоохранения бывает открыто рентгеновское отделение, которого не было ранее. В 2015 году открыт единственный на сегодняшний день в городе кабинет коррекции зрения, где получают лечение очень сложные дети с проблемами офтальмологии. В 2017 году вообще, наверное, гордость нашего города – большой проект объединения, централизация лабораторной службы. И на сегодняшний день все, что оказывает диагностический центр, очень тесно вплетается в тот объем первичной медико-санитарной помощи, которую оказывают жителям города в настоящее время. Сегодня в центре четыре врача имеют знак «Отличник здравоохранения». Один врач носит высокое звание «Заслуженный врач России». 37 работников среднего звена имеют высшую квалификационную категорию. Это действительно высокий уровень. Цветы, благодарственные письма – это то малое, чем мы можем отблагодарить людей, которые стоят на страже нашего с вами здоровья. В Таганроге жители нескольких районов стали участниками конфликтной ситуации. Возле их домов появились новые вышки, которые будут эксплуатировать операторы сотовой связи. При этом мнение жителей о таком соседстве никто не спросил. И вот уже несколько месяцев жители держат оборону и не дают смонтировать оборудование на вышках. От этого, понятное дело, страдают и сами горожане, и, конечно, те, кто вышки ставил. Но, кажется, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Все стороны конфликта наконец-то смогли встретиться. Встреча прошла в конференц-зале Чеховской библиотеки. Все подробности далее. Эта встреча назревала уже давно. Еще летом в Таганроге стали устанавливать вышки для оборудования операторов сотовой связи. Их на карте города появится не один десяток. И, возможно, большинство горожан даже не обратили бы внимания на новые конструкции, если бы не жители нескольких районов, которые оказались категорически против, чтобы их дома соседствовали с данными сооружениями. Они опасаются, что, во-первых, в один прекрасный день эти вышки могут попросту завалиться. Во-вторых, их тревожит вопрос неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения. В-третьих, они считают, что в зимний период эти вышки тоже будут представлять потенциальную опасность для людей, так как на них будет образовываться наледь, грозящая упасть на головы людей, припаркованный транспорт или рядом стоящее строение. Огни, так сказать, загорелись жители Северной площади. Они первыми забили тревогу, когда возле их домов стали ставить вышку. Затем к ним присоединились жители 23-го переулка, которые оказались в аналогичной ситуации. Сейчас к этим районам добавился еще один адрес Чехова-66. В остальных местах, где появились вышки, все пока спокойно. Однако бунтари смогли поднять такую волну протеста, что администрация города была вынуждена организовать совместную встречу городских чиновников, жителей неспокойных районов и, собственно говоря, тех, кто проводит работы по установке вышек. Возмутителем спокойствия стала группа компаний «Русские башни» – лидер рынка независимой инфраструктуры России, оператор и владелец антеннам мачтовых сооружений. «Русские башни» входят в топ-15 крупнейших независимых «Башенных операторов Европы». Компания отметилась 10 лет в этом году и является первой инфраструктурной компанией в России. С началом работы компании «Русские башни» бизнес по построению сети для сотовой связи разделился на предоставление услуг, которыми занимаются операторы сотовой связи «Большая и Четверка» машин. И непосредственно на создание пассивной инфраструктуры. Это антенномачные сооружения, мачты, опоры, вышки, на которых располагается оборудование операторов сотовой связи. Вот мы во всей стране в течение 10 лет устанавливаем подобное сооружение. У нас их насчитывается более 4,5 тысячи, на которых размещены операторы сотовой связи. Кроме рассказа о компании «Русские башни» Николай Сурнаков поделился с собравшимися информацией о том, как происходит выбор места под установку вышки. Оказывается, этим вопросом занимается инженерная служба самих сотовых операторов, которые в дальнейшем эти самые вышки будут эксплуатировать. Это они проводят технические исследования и указывают места, где им необходима такая конструкция для своего оборудования. С выбором мест оказались не согласны жители нескольких адресов. По их словам, они не против прогресса и развития связи, но делать это надо более цивилизованно по отношению к людям. Вы поймите одно, мы за развитие города, мы за то, чтобы был безопасный город, чтобы была качественная связь у нас. Мы ни в коем случае не против этого абсолютно. Но когда приходят и действуют непонятно какими способами, какими-то методами, любой человек скажет, а зачем мне это надо? С нарушениями, не с нарушениями. Почему нельзя было просто посоветоваться? Ничего бы этого не было. Почему вы не можете, если у вас опор от военного назначения? Почему не ставить? Он прекрасно стоит на транспорте, никого не мешает. Я вчера был в Ростове, везде стоят через 200 метров. Прекрасно стоят, на нем стоят электропроводка, кабеля проходят, видеокамеры стоят, до свечения. Доставьте, только скажите вам спасибо за это. Почему нельзя было эту башню поставить? Где наш травмпункт? Четыре столба скоро рухнут. Просто рухнут. От нас 100 метров. Да поставьте место столбам, скажи спасибо, еще поможем вам это сделать. К этой встрече граждане подготовились основательно, заручившись поддержкой юристов и депутатов Закомандательного собрания Ростовской области. И те, и другие задавали немало вопросов и представителям администрации Таганрога, и представителям компании «Русские башни». Например, выяснилось, что город передал башням земельные участки под строительство вышек с арендной платой рубль в год. Почему? Ну, это уже, наверное, вопрос скорее не к владельцу антенномачтовых сооружений, а к администрации Таганрога. Кроме того, к этой встрече депутаты Закомандательного собрания Ростовской области получили ответы на свои запросы в разные инстанции. Дело в том, что люди возмущаются не на просто народном месте. Почему? Потому что инженерная конструкция, у вас есть какие-то допуски, посадки, расстояние и так далее. Но Ростовской области нам отвечает по переулку 23-му установка выслушенной радиомачты сотовой связи по адресу Таганрог 23-й переулок, дом 71, на расстоянии 12 метров от действующей высоковольтной линии 35 кВт Т11Т6, нарушая требования правил устройства электроустановок. Расстояние от высоковольтной линии до антеннных сооружений передающих радиоцентров должно быть не менее 50 метров. Она стоит через дорогу от высоковольтной линии, это мышка на расстоянии 12 метров. Разговор продолжался в течение полутора часов. Все, кто хотел высказаться, это сделали. Такая возможность была предоставлена всем участникам встречи. Ее итог подвел представитель компании «Русские башни» Николай Сурнаков. Мы сейчас вас услышали. Лично я услышал это от вас впервые. И те претензии, которые есть. И это мы будем отрабатывать. И я хочу, чтобы вы, выйдя сегодня, каждый для себя ответили на вопрос. Мы начали делать? Вы сказали то, что хотели сказать. Вас услышали. Вас услышали. Но вы должны понимать о том, что если вы хотите, чтобы ваши вопросы и ваши запросы были услышаны, вы должны слушать в ответ. Прощаясь с гражданами, Николай Сурнаков попросил их изложить все свои просьбы и пожелания по установке вышек еще раз в письменной форме на сайте компании «Русские башни». И хочется надеяться, что этот диалог будет конструктивным, и стороны смогут найти решение, которое устроит всех. Таганрогский театр имени Антона Палыча Чехова открыл новый сезон премьерой спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Спектакль прошел с большим успехом. Постановка обещает долгую жизнь на сцене городского театра. Эта пьеса Булгакова, как и многие другие, его сочинение имеет сложную судьбу. Она была написана по заказу театра имени Вахтангова, на сцене которого и прошла ее премьера. Публика с восторгом приняла новую постановку, и за два года «Зойкина квартира» много раз появлялась в репертуаре не только столичных, но и многих провинциальных театров. Однако за взлетом началось и падение. Сначала пьесу сняли как идеологический мусор, а в 1929 году и вовсе запретили с формулировкой «за искажения советской действительности». А вторая жизнь с «Зойкиной квартирой» началась полвека спустя и продолжается по сей день. Сам автор Михаил Булгаков определил жанр пьесы как трагическую буфонаду. Квартира «Зойки» – это и дом, где разбиваются сердца, и последний приют для тех, кто не сошелся с новой властью. Здесь живут люди, которые помнят красивую жизнь, сгоревшую в страшном пожаре революции. Гости и посетители публичного дома, который под видом ателье открыла в своей квартире, неугомонная «Зойка». Веселятся, гуляют до упада, до бесчувствия, как бы предощущая скорый финал. Яркий калейдоскоп лиц и характеров, неподражаемый булгаковский юмор и любимый актер Таганбургского театра, который играет спектакль в ироничном духе. Он о человеческих страстях и слабостях. Тема пьесы дает богатую возможность для исполнения концертных номеров, где дамы блещут нарядами в стиле модерн. Несмотря на то, что действия «Зойкиной квартиры» происходят 90 лет назад, все герои сюжета актуальны в наши дни. Замаскированные дома свиданий, обаятельные альфонсы, содержательницы притонов и даже подпольные производства под лейбом «Made in China». Спектакль смотрится на одном дыхании. Чувствуется необычная булгаковская атмосфера. Искрометная игра актеров, неустаревший юмор. Хотелось бы отметить прекрасную работу Татьяны Шабалдас в роли «Зойки» и Романа Пылаева в роли «Аметистова». На радость публики в спектакле представлена целая галерея дамских нарядов в стиле ретро. И это заслуга сценографа Татьяны Колесниковой. У спектакля, который поставил режиссер из Астрахани Алексей Матвеев, есть большие шансы прочно обосноваться в афише театра имени Чехова. Каждый год в объединение СКИФ-центра внешкольной работы вступают новые ребята, что говорит о популярности и социальной значимости организации, которая в нашем городе пришла на смену пионерии. О том, как живут сегодня скифовцы, расскажет корреспондент нашей программы Елена Титова, которая побывала на празднике посвящения новых членов в организацию СКИФы. В далеком 1994 году в организации СКИФы было всего 227 человек. Это 7 отрядов. А сегодня уже более 800 мальчишек и девчонок вовлечены в общественно полезную работу. Они изучают историю страны и края, учатся бережному отношению к окружающей среде, пропагандируют здоровый образ жизни. Все это решается через работы семи направлений. У СКИФов есть свои важные и интересные дела. Это благотворительные акции, выездные сборы, высадка деревьев, участие в эко-субботниках. Очень популярны здесь краеведческие игры, конкурсы, творческие и познавательные программы и мероприятия, в которых принимают участие и родители, бабушки и дедушки. В 25 лет, как на базе Центра нешкольной работы, существует детская общественная организация СКИФ «Связь культуры. История, фантазии и двуфы», которая объединяет детей из 12 до 14 лет. С 5 по 8 класс дети состоят в нашей организации, занимаются полезными делами, исследовательской работой и просто здорово, используя, проводят время. И вот сегодня у нас состоится посвящение в СКИФ. 14 отрядов новичков из 14 школ города вступают в нашу организацию. Это мероприятие традиционное, а в этом году оно еще посвящено нашему юбилею. Ну а сегодня перед будущими СКИФовцами выступили ребята из творческих коллективов ЦВР. И сам хозяин праздника, царь СКИФов, тепло приветствовал ребят. Педагоги Центра понимают, что имеют дело с младшими школьниками и стараются, чтобы посвящение в СКИФовцы прошло ярко и празднично. Ну а затем ребята стали участниками работы по станциям. Это было интересно, и даже самые стеснительные дети показали себя в них. Впереди у ребят, которые посещают Центр внешкольной работы, немало интересных дел. Вообще мы являемся преемниками пионерской организации. Все это доброе и теплое, что было в пионерии, мы просто позаимствовали и добавили своего. В организацию вступают 14 отрядов, как я уже сказала, 14 школ города. По одному два отряда от каждого образовательного учреждения. Это и Чеховская гимназия, и 4 лицей, и 6 школа, и 23, и 25, и 11, лицей номер 28, 7 лицей. СКИФы ежегодно участвуют в областных и международных программах, конкурсах, фестивалях и праздниках. Неоднократно организация становилась победителем международного фестиваля «Детство без границ». Выставочный зал Чеховской библиотеки пригласил на вернисаж члена Союза художников России и таганрожца Владимира Черноусова. Она приурочена к 70-летию художника. В экспозицию вошли картины, графика и коллажи разных лет. Елена Титова оценила творческий порыв нашего земляка и поделится своими впечатлениями о вернисаже. Большую часть своей жизни Владимир Черноусов прожил в Таганроге. Но детство и юношеские годы прошли в Ростове-на-Дону, а таганрожцем он стал после окончания Ростовского художественного училища имени Грекова. Затем начинающий художник по направлению стал работать с детьми в художественной школе имени Блонской. Работы автора экспонировались на областных, региональных выставках. И вот юбилей. На вернисаже художник представил около 40 работ. Автору хотелось побольше рассказать о себе. Чем он увлекается, о чем думает, как с годами менялись его интересы. Все-таки за эти самые годы, которые я прожил, вот и тем, и тем, и тем увлекался разным. И вот хотелось как раз все это в этой выставке и отобразить. Поэтому она такая немножко, как сборная солярка такая получилась. Но тем не менее, это вторая за этот год. То я обычно как-то персональный, я дивный. Но в этот год получилось у меня что-то две сразу, потому что вот какой-то такой годовщина вроде 70-е, самая, мне пришла. И поэтому пришлось две выставки делать. И еще и в Ростове выставки были. Это вот Творческого союза в Ростове была юбилейная выставка. История Древней Руси, фантазийные работы, навеянные книгами и фильмами, их немало на вернисаже. Непростой наш быт, жизнь с любимыми кошками и друзьями. Многих нет уже на этом свете. Многих он хорошо знал и любил. Портреты скульптора Дмитриева, таганровского импрессиониста Стуканова, очень хороши и психологичны. Художнику вообще удалось подметить в других портретах черты, присущие только этим людям. Владимир Черноусов умеет видеть прекрасное в простых вещах. На открытии вернисажа выступали коллеги художника по цеху живописцев. Хорошо и емко сказал об авторе выставки Виктор Хлопецкий. Он наш, народный художник, темы интересен. Трудно с этими словами не согласиться. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrog.ru или на наших страницах в соцсетях.